За 7 лет театр начально завоевал симпатию одесситов, ведь он сильно отличается от всех остальных в городе. Контакт со зрителем был настолько тесным, что они даже чувствовали себя частью представления. К сожалению, фабрику, где проходили спектакли, скоро снесут. Артисты узнали об этом в начале лета и сразу же начали поиск нового дома. Но задача эта оказалась совсем непростой. Все произошло довольно быстро. Нам в начале июня сообщили, что нам надо будет выселяться. Мы начали искать и оказалось, что вообще в городе-то огромное количество зданий стоит старых, полуразрушенных всего. Но найти для театра совсем непросто. Городская комиссия приняла положительный результат, чтобы нам помочь по помещению. Но в итоге отдел по коммунальной собственности не нашел для нас помещение. Новый дом удалось найти при содействии областного совета. Им стал дворец студентов на Морозливской. Правда, до первого представления еще далеко. Артистам предстоит немалый труд, чтобы превратить обычный актовый зал в настоящее творческое пространство. Мы выдвигаем сцену. Мы делаем пристройку 5 на 5. Получается такая шекспировская сцена. Мы будем работать авансцена и еще вот этот вот такой пандус, выходящий вперед. А на пространстве сцены самой, в глубине, там будет камерный зал на 100 человек. Там будут наши камерные спектакли. Здесь более академические. Главная проблема – витражные окна на втором ярусе. Они пропускают слишком много света и звука. Выход есть. Ролеты на дистанционном управлении. Но такое решение театру пока не по карману. Они надеются на помощь чиновников. В целом же артисты готовы трудиться. Признаются, в этот раз должно быть даже легче, чем было на чайной фабрике. Делать придется много, но не так много, как в прошлом помещении, когда мы из ничего, из пустоты создавали зал. У нас был камерный театр, то есть и большой зал на 200 человек. Тут получается уже где-то 300. И такое огромное пространство. У нас не было таких высоких потолков. Я никогда не выступал при такой аудитории. Это будет такое испытание для меня. Дебютный спектакль собираются дать в октябре. Скорее всего, по доброй традиции, это будет маленький, до непобедивший мрак. Ну а до этого времени вы еще можете успеть посетить представление театра на чайной на родной сцене. Не упустите свой шанс.